Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля. Мне чуть не сказала 49, но уже 50 лет. Я стране не спеша и рассказываю об этом на своем канале. С веса почти 115 кг. На сегодня мой вес 97 и потихонечку снижается. Значит, на моем канале я не только рассказываю о похудении, я снимаю рецептики и считаю КБЖУ. Также я еще вяжу ирландским кружевом, пою. Кому интересно, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Да, забыла сказать, я ни на какой, ни на диете. А как я страннее, вы можете посмотреть в моих роликах. Так, мои дорогие, привет еще раз. Сегодня 31 октября, воскресенье. Сегодня у меня кулинарный день. Знаете почему? Вот у нас, у меня так бывает, я наготовлю, там первое, второе, как говорится, что-нибудь постряпаю мальчишкам своим. Вот мы это кушаем, ну там на обед, на ужин, все. Кончается, съели у меня опять кулинарный день. Хм, я сегодня уже и борщ сварила, винегрет сделала, покажу. Вот. А еще вчера перед сном лежу и думаю, а что же мне завтра сделать на ужин? Что же сделать, что же сделать? Думаю, то ли куриную грудку отварить. Ну, то, что винегрет же еще будет. Ну, как, сделала уже. И придумалось мне такое блюдо. Это нечто, нечто ленивых, вроде ленивых голубцов. Я ленивые голубцы, по-моему, уже снимала рецепт, найду, надо ссылочку сбросить. Вот. На противне делаю, запекаю, обкладываю там такой зажарочкой с луком, с морковкой, сыром еще посыпаю. Но это я решила сделать немножко по-другому. Значит, что у меня здесь? В чашке у меня уже фарш, который я всегда делаю сама, свинина пополам с курицей. 800 грамм. Так, было у меня 600 грамм кабачка. У нас тоже еще все полно всего своего. Перцы, помидоры, кабачки, тыквы. Это еще всего хватает. Все овощи у нас практически всегда свои. Я его натерла, кабачок почистила, натерла, посолила и убираю всегда лишнюю влагу. Иначе он будет давать сок, и это будет все очень жидко. Это я не люблю. Но не взвесила потом, сколько у меня осталось того кабачка. Сколько там вышло сока, наверное, со стакан. Не меньше. Сыр это я приготовила потом, потому что все-таки сыром немножечко посыплю. Добавлю сейчас 2 яйца. Да, кабачок уже посоленый. Фарш я тоже немножко присолила, но потом попробую. Приправки используйте всегда свои любимые по вкусу. У меня это черный молотый перчик. Паприка, вот копченая молотая. Кориандр. Тут у меня вот еще в баночках есть. Так, карри, не знаю, добавлять, не добавлять. Вот. И смотрите. Вот в ленивые голубцы мы добавляем рис. Да, он как связующий звено идет. А так как я сейчас вот в своей помощнице кофемолочке делаю сама всякую муку. Дело в том, что у нас тут кроме обычной пшеничной, ржаной, и если поискать еще цельнозерновой, другой муки не купить. Это или все дорого. Я теперь всякую муку делаю сама. Овсяную из овсяных хлопьев кручу. Вот тут я накрутила, на днях делала гречневый блин. Вот это у меня гречка. Просто перемолотая гречка. Это как, похоже на муку, но вот немножечко там с крупиночками. Вот. Это я добавлю как связующее звено. Потом вылеплю типа такие голубчики. Уложу на противень. Противень смазывать не буду. Я налью водички, чтобы не было лишних жиров, потому что в фарше все-таки у меня есть свининка. Вот. Не хочу даже его смазывать. Оно будете, знаете, делаться как бы на пару. Вот. Сейчас замешу фарш, замесю. И все покажу. Так, мои дорогие, вы не поверите, я совсем забыла про лук. Я же еще меленько хотела лучку туда порезать. Поэтому я сейчас сделаю так. Я порежу лучок. Обложу его вокруг. И думаю, ну как-то пустовато. Еще помидорки сделаю. Вот. Меленько тоже порежу. Вот это вот все кругом обложу. И покажу. Не сказала. Вот. Вся вот эта баночка, она 0,3. 300 миллилитров. Было в ней, ну, грамм 250-то, наверное, было. А вообще нужно смотреть, я всегда смотрю на консистенцию. Вот. Потому что и кабачок может быть разной сочности, и фарш. Вот. Ну, чтобы они вот формочку держали. Вот так вот. Вот так это дело у меня получилось. Я присолила. И думаю. Ну, что-то совсем постно получается. Я же не только для себя готовлю. Поэтому я беру саметанку. Но она у меня 20%. И поэтому я еще беру свой йогурт, который я делаю. Вот он у меня. Густой. Ложка стоит. Много раз показывала. Ну, ссылочку оставлю на ролик. Смешаю их в тарелочки. Так как я уже посолила. Солить, значит, не буду. Но вот сюда в сметанку добавлю еще приправки. Те, которые добавляла. Свои любимые. Все. И тоже вот так вот аккуратненько разложу. Так. Ну, и соку там маловато. Все-таки добавлю немножечко воды. Все. И поставлю в духовку. А сыром я уже посыплю минут за 10-15 до готовности. Все. Духовка разогревается. Делаю дальше. Сознательно не добавляю морковку. Дело в том, что у нас морковь идет во многие блюда. Вот именно сейчас. А вообще, знаете, кухня – это творчество. Это вот как душа у тебя лежит. Как я иногда готовлю. Холодильник открыла, посмотрела. Так, что там есть, то и готовлю. Вот так я добавила всяческие приправки. Сейчас хорошо перемешаю. Аккуратненько разложу. Чтобы мне было удобнее, я сразу сюда соус. Не очень видно. Сразу кипяточку добавила. Ну, мои дорогие, ну разве не красота? Много водички добавлять не стала. Потому что помидоры у меня сочные. Они еще дадут сок. Все. Ставлю в духовку. Так, поставлю сначала минут на 30. Потом вытащу. Посыплю натертым сыром. И поставлю еще минут на 10-15. Очень люблю готовить в духовке. Потому что это для нас, тройняющих, самый щадящий вариант. Запекать в рукаве, запекать в фольге. Просто запекать на противне. Вот запекание один, как говорится, из моих сейчас любимых. И хорошо, знаете, так все. Жиг-жиг-жиг. Сунул в духовку. И забыл. Режим вверх-низ. Поставила примерно на 190 градусов. Завела на 30 минут пока. И на средний уровень. Вот, мои дорогие, вот такой замечательный винегретик. На основе моей маринованной капусточки. Ссылку, как я мариновала капусту на ролик, я оставлю. Значит, картошечку я запекла в микроволновке. Ничего неплохого в картошке, если ее немножечко. Отварила свеклу. Банка горошка. И лучок я мариную. Всегда для салатов я люблю его замариновать. Тоненько перышками режу. Соль, сахар, немножко воды. Винный уксус у нас свой. Мой муж сам ставит вино. И вот как-то так получилось, что у нас одно вино. Получился замечательный винный уксус. Сейчас я его использую. Все, вот такой получился замечательный уксус. Морковку я не варила, свеклу только отварила. Потому что у меня в маринованной моей капусточке там есть и морковка, и свеколка. В принципе, и болгарский даже перчик. Ну, вот так. И обязательно с ароматным маслицем. Вкусненьким. Вкуснючий, вкуснючий получился винегрет. Прошло полчаса. Я достала. И немножечко вот так вот присыпала сыром. Все. Ставлю еще минут на 10. Ну вот, мои дорогие. Ну, разве не красота? Так, меня многие просят всегда показать в разрезе. Поэтому сейчас положу на тарелочку и разрежу. Вот так выглядит в разрезе. И вы знаете, еще даже немножечко попробовала. Вкуснотища. На вкус напоминает гречаники. Ну, естественно, там же гречневая... Ну, не могу сказать, что прям мука. Ну, да, похоже на муку. Вот. А еще вот этот вот соус. Лук, помидорки, сметанка. Ой, вкуснотень. Сейчас будем ужинать. Вот, мои дорогие. Так что, вы знаете, не считала ЭКБЖО. Ну, иногда вот не то чтобы ленюсь, но проблематично. Особенно, когда вот делаешь вот большое блюдо. Все надо учесть. Но не думаю, что слишком... Да, конечно, тут есть сыр. Но сыра здесь совсем немножечко. Ну, может быть, грамм сто на весь противень. Тут и кабачок, и помидорки, и лук. В общем, вполне себе красота. И знаете, здесь вообще-то два в одном. И гарнир тоже. Потому что у нас здесь медленный углевод. Вот, это гречка. В общем, все в одном. Так что, мы сейчас будем ужинать. А я вам еще поставлю, знаете, у нас два гостевых дня было. Вчера была суббота. Мой муж со своим другом, друг у него охотник, сам подселил рябчиков. Они первой жизни коптили рябчиков. Ну, заодно еще и скумбрию закоптили. Вот. А в пятницу мы были в гостях у друзей. Ну, я там поставлю вам фоточки. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Крепкого здоровья. Целую и обнимаю. Ваша Оля. Вот такой у нас сегодня ужин. Это рябчики копченые. У тебя, Коля, первый раз коптили, да? Сегодня у нас гость. А это рыбка. Тоже копчененькая. Рюмочки стоят две. Я пить не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова